Всем привет! Давайте вот теперь в этом видео рассмотрим, опять же, тип лица бюсты, как это всё быстрее сделать, не лепить со сферы, ускорить мал-мал процесс, как и с болваном, с позами. Что для этого требуется? Нам нужна программа, называется она FaceGen. И как она работает, давайте посмотрим. Вот так эта программа выглядит. Делает она бюст, ну сказать так, голову персонажа по фотографиям. Возьмём для этого фотографии, допустим, определённого киногероя, мультгероя и тип лица персонажей сказочных с разными такими типажами, наподобие горлума, властелин колец. Здесь сделает он, конечно, ну, особых, так сказать, сходств не будет. Но болванка будет, можно её будет подкорректировать, как-то сделать, уже полностью переделывать. Так, давайте теперь возьмём фотографии. Фотографии вот такого персонажа Джанго. Вот так он выглядит. Возьмём вот эту фотку, сделаем скриншот. Нам нужен тип лица. Так, уши можете не брать, если вдруг персонаж там в накидке какой-то, ещё что-то ушей не видно. Ну, это не принципиально. Ещё одну фотографию, нам нужен профиль. Давайте тоже сделаем скриншот. Вот так. И теперь зайдём в фейсген, и уже в фейсгене покажу, как это работает. Нажимаем лод. И загружаем сюда фаз. Вот программа загрузила её, и теперь давайте загрузим профиль. Вот эту фотографию. И жмём Next. Вот высвечивается у нас фотка. Мы её жмём на минус, уменьшаем, если нам это необходимо. И вот у вас подсказки вверху, куда ставить крестик. Ставим крестик на глаза, потом ставим на ноздри, и так далее. Продолжаем вот так вот расставлять эти крестики, как нам показывает вот эта вот картинка. Сразу скажу, что бюст будет похож, но будет похож чисто вот этими деталями фаз и профиль. Фаз может не соответствовать, конечно, но вот эта болванка вот так вот где-то приблизительно будет выглядеть. Так, что ещё нам тут надо? Во второй картинке ставим тоже по показаниям. Бывает даже картинка не соответствует, не стыкуется, и он вам покажет, что программа не может выполнить то, что вы закинули. Не переживайте, ещё попробуйте с другими картинками в разных ракурсах. И вот теперь, когда всё мы сделали, здесь он показывает профиль фото. И, короче, здесь можете всё ещё дополнение поставить. Ну, мы их не будем ставить, они не нужны. Давайте просто сделаем картинку. Всё, вот начинается прогон. Он тоже занимает определённое количество времени, как и во многих программах. Так что, запаситесь терпением. Особенно, если вдруг вы закидываете цифровые фотографии, допустим, с фотоаппарата, там, такой, подруги, друга, знакомого, сфоткали, допустим, вы, и решили вот так вот сделать его бюст, то, в принципе, с цифровых фотографий более-менее похож тип лица. Но всё равно дорабатывать очень много надо, очень много деталей, потому что, ну, бюст просто гладкий, черты лица, да, узнаваемы, но, в принципе, уши надо доделывать, где-то поменять расположение лба, потому что лоб он не делает, он делает чисто лицо, и приходится чуть-чуть корректировать скулы, уши, там, ещё какие-то детали, может, будут не совпадать. Конечно, не панацея, но как вариант для ускорения работы, лично мне подходит, устраивает, экономит тоже время очень много. Так, вот программа завершила свою работу, и вот вот такой вот получился у нас джанго. Вот эти буквы PG, они тут и будут на лбу, ну, в принципе, как, проявляться будут, вы сейчас увидите. Это вот частичная демо-версия, но она сохраняет всё, есть много таких, для скачки таких программ, в смысле, этой программы, варианты, которые не сохраняют модель. Да, они её прогоняют, но в общ они сохранить её не могут. Так, жмём файл, вот у нас высвечивается сохранить как, что здесь может понадобиться, в PNG формате текстуры, можно в JPEG их сохранить, в TIFF и так далее. Вот можно в общ сохранить, CTL, FBX формат, 3DS, Autodesk это, вам уже известный формат, наверное, 3D Max. Так, и вот у нас стоит общ, жмём Save Mode, Save Model, называем как-нибудь, Жмём Сохранить, и теперь заходим в The Brush, и находим эту модель, жмём импорт, и жмём N. Вот вы видите, как модель выглядит, в принципе, ничего, вроде с первого взгляда, не похоже, но когда вы начнёте модель дорабатывать, то уже вам будет проще, потому что вот эта часть, часть лица, она более-менее уже сделана правильно, вы видите, ноздри широкие. Так, ещё какая проблема у этой модели, что она по симметрии совсем другая. Вот, включена у нас симметрия, выравниваем модель, вы видите, голова у неё уходит вбок. И поэтому, опять же, с ней нужно проводить манипуляции. Это вот выравниваете вот так, и с помощью ротации отключите симметрию, если включено, вот так вот её выравниваете. опять же, потратите энное количество времени, как проверить, что модель стоит симметрично, можно включить симметрию, а можно просто зайти в Modify Apology и просто сразу её сделать симметричной. Вы видите, что опять надо с ней работать, есть то и какие трудности. Копирует Mirror and Well левую часть на правую. Поэтому нужно вот немножко ещё её половить. вот уже мы близки к заданной точке и немножко ещё её отведём. Вот так вот. И жмём опять Mirror and Well. Вот что получается. И поэтому нужно время немножко потратить, чтобы вот эту симметрию найти. Так. Когда вы её вот более-менее поймали эту симметрию, что нужно сделать? Можно добавить Ctrl D и вот эту часть буквы просто убрать. Что вы выигрываете используя эту программу, так это время на построение вот этой части. Вы её всё равно будете дорабатывать. Ну, как болванка она у вас уже есть. Вам уже будет где-то проще. Здесь вот у вас модель пустотелая. Вот так она выглядит. У неё тут есть рот. Чем и классная. Вы можете также вот так вот замаскировать и просто работать уже открывать рот, закрывать и там уже есть и зубы и всё, что вот где-то вот так всё будет выглядеть. Ну, потом можно всё это дело откорректировать. Будете выглаживать и будет появляться зубы или просто как в прошлый раз я показывал резать модель. Одну часть делать вот эту челюсть, вторую верхнюю часть. Смотрите видео. вот такой нехитрый быстрый способ сделать вот такую болванку. Вещи, конечно, вам придётся самим лепить, шляпу, одежду. Ну, голову можно уже прикрепить потом к готовому телу и уже дорабатывать вместе с телом шею. отдельно её не делайте, потому что потом будут возможно проблемы топология. Вот такая у неё сетка. Вы видите, что сетка нормальная. Уже ZRMES делать не надо. Всё нормально. Вот единственное, что подправить сетку можно. Вот здесь вот эти части. Ну, более-менее она, я вижу, сделана без треугольников. Может, где-то и попадутся вот где вот этот стыковки мы делали. Так что используйте как вариант. Если кому пригодится, напишите.